Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для DORS. Для этого переходим на мой личный сайт. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Далее, если у вас нет чита, заходим во вкладку Exploits и здесь скачиваем любой чит из предложенных. Пока что надо данный момент их два, может быть в скором времени будет больше. Буду показывать сегодня в ролике Star. Star используется без ключа, Splash с ключом. То есть, какой чита вам больше нравится, такой скачивайте и используйте. Значит, возвращаемся обратно. Также убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень. Нажмите хотя бы один или два раза на рекламу. На сайте побудьте 10-15 секунд и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт в дальнейшем работал, функционировал, обновлялся. Выходили скрипты, потому что все, естественно, делается не бесплатно. Но я стараюсь для вас, чтобы это было все очень легко и комфортно делать. То есть, получать скрипты и скачивать чит. Далее, что нам нужно? В поиске пишем Doors. Есть на данный момент пока что только два скрипта. Возможно, в дальнейшем их будет больше. Сегодня в ролике буду показывать самый первый скрипт по счету, где 257 скачиваний. Нажимаем кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в Roblox. Запускаем чит. Можно, в принципе, заранее сюда вставить скрипт. И скрипт, к сожалению, работает только на DLL от Carnail. Заходим в настройки чита и выбираем DLL от Carnail. На Vardef, к сожалению, не работает. Далее, что нам нужно сделать? Пока что не запускаем этот скрипт в этом лобби. Потому что, когда вы телепортируетесь, вас кикнет. То есть, вам сначала нужно зайти в само лобби, чтобы вас перекинуло. И только после этого можно запускать скрипт. Потому что, если вы запустите его до этого, то он на вас кикнет. Я уже несколько раз проверял и постоянно кикало. Так, ждем, пока меня сейчас перекинет. Все, отлично, меня перекинуло. Далее, открываем чит. Нажимаем кнопочку Inject. Также напомню то, что DLL Carnail используется с ключ-системой. У вас появится окошко. В этом окошке вы копируете ссылку. Далее вставляете в поисковую строку браузера. Проходите капчу. Далее ждете 15 секунд. И делаете все то же самое, где-то 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется сам ключ. Вы его вставляете в это окошко, которое у вас открыто, и нажимаете Enter. Далее у вас произойдет Inject. Нажимаем кнопочку Exclude. Все, скрипт загружается. Отлично. Первые три функции. Это показывает, где находится ключ, книга, и последнее, не знаю, как это переводится, но тоже будет показывать. Также можно свернуть скрипт, чтобы он вам не мешал. И, как видите, ключ подсветился. То есть до этого его было не видно. То есть забираем ключ. Отлично. Открываем дверь. И далее здесь показывается следующий предмет. Это, скорее всего, наверное, книга. Или что-то типа такого. Я здесь, потому что первый раз играю, не знаю, что здесь подсветилось. А, это еще один ключ. Отлично. Так, и получается, нам нужно открыть следующие двери. Это вроде бы как хоррор игра. Здесь может попасться какой-то скример, наверное. Может быть, нет, не знаю. Ладно, давайте глянем, какие здесь функции еще есть. Заходим в Game. Можно сделать скорость бега больше. Чтобы вы быстрее бегали. Как видите, это работает. То есть, если за вами, допустим, кто-то будет гнаться, вы довольно быстро убежите. Давайте, в принципе, на максимум это сделаем. Head Light. Это вроде бы подсветка. Да. Как видите, стало светлей в этой игре. Отлично. Далее. No Speak RMS. Это, скорее всего, что-то про чат, наверное. Или разговоры какие-то. Их можно выключить. Не знаю, честно, как это переводится. Далее Instant InTrack. Это должен быть какой-то трекер. Не знаю, где он точно будет. Но вроде бы как на игроках, наверное, появляется. Пока что выключим. В принципе, я думаю, это не важно. Следующая функция. Predict Chains. Тоже особо ничего не происходит. И последнюю функцию давайте включаем. Notification When Mobs Spawns. То есть, что-то связанное со спавнанным мобом. Ну, не знаю, честно, как это работает. Ну, как-то это работает. Извиняюсь, что особо не подготовился. Не знаю, какие функции за что отвечают. Ну, самое главное то, что работает SP на предметы. То есть, вы можете видеть предметы через стены. Где они находятся. И последняя функция это завершить box mining какой-то. Не знаю, это, наверное, сначала все нужно пройти, чтобы его завершить. Ну, ладно. Давайте дальше, значит, проходим. Смотрим, сработает ли подсветка дальше. По идее, должна сработать. Но пока что на карте я ничего не вижу. Возможно, этого пока ничего и нет. Скоростью, кстати, большой довольно сложно бегать. Ну, можно, в принципе, приловчиться. Почему-то нигде подсветка больше не срабатывает. Странно. Либо же пока что просто предметов нигде нет. Вот это рычаг. Выпускаем его. И здесь вроде бы больше ничего нет. Рычаг не подсвечивается. Не знаю почему, но, скорее всего, это не важно для игры. Я думаю. Так, я что-то сделал. А, вот открылась клетка. Заходим сюда. Сейчас, скорее всего, наверное, какой-то скример будет. Ага, здесь кавчики, получается, можно прятаться. Не зря, кстати, я спрятался. Потому что сейчас, скорее всего, какой-то скример пройдет. Но это не точно. Так, вылазим. Дверь сама открылась. Странно. В принципе, довольно прикольная игрушка, но не знаю. Типа, особо здесь делать, я думаю, нечего. Довольно все странно, непонятно. Почему-то больше предметы не подсвечиваются. Стало темно. Сейчас, по-любому, какой-то скример будет. Ну, думаю, в принципе, на этом можно заканчивать. Потому что здесь смысла больше делать нечего. В принципе, все функции показал. Более-менее объяснил. Если у вас английский хороший, вы можете сами это перевести. Понять, какая функция за что отвечает. И пользоваться этим скриптом. Также напомню то, что ссылка на мой сайт будет, как всегда, в описании. Пользуйтесь сайтом. Там, в принципе, довольно легко и просто получать скрипты. Вы сами это видели. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Исбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.